Опасный коварный я кожик, на грозного леса похожий, ушами своими не глупаю, пиляю коварною попаю. Корзата, вам очень хорошо зашёл вчерашний ролик кекс о наших приключениях на Чёрном море. И сегодня у меня будет продолжение. Но перед тем, как мы начнём, небольшая интеграция с нашим вкусненьким кормом Сириус. Всё, с сегодняшнего дня я выдаю корм Сириус только за деньги. Это произвол! Это подлое коварство! Это вопиющееся негодяйство! Можете тут устраивать пикеты и демонстрации, но я буду непреклонен. Неужели ты бедненькому старенькому отцу не дашь немножечко премиум корма Сириус? Ну совсем чуть-чуть, горсточку мне много не надо. Дам, конечно, но за деньги бесплатно не дам. Капец, Бублик стал жареной говядиной! А ничего, что мы все на корм скидываемся, почему мы ещё раз должны платить? Да, это уже беспредел, так поступать с королевскими псами нельзя. Вот вы же хотите его покушать, он же вкусненький и полезненький. Что за вопрос, рыжая сопля, конечно хотим, а ты хочешь с нас за это денег содрать? Мы отдали свои кровно заработанные денежки, а Рикикир Бублик отжал у нас корм и заставляет ещё раз его покупать. Мы будем жаловаться в коржачью организацию Объединённых Наций. Нет такой организации, платите давайте. Парни, может откусим ему ухи, а то он вообще невменяемый. А вот это не надо делать, хосячьи ухи это моё богатство. Ладно, так и быть, разрешаю вам есть наш вкусненький корм Сириус бесплатно. Бублинца, вот скажи честно, это был пранк? Ну конечно, я бы ещё немножко повыделывался, а потом всё равно бы отдал вам мешок с кормом. Бандюган, вовремя ты его напугал усами. А я, если честно, поверил и думал, что уже больше никогда не попробую нашу мясную вкуснятину. Бублик, никогда так больше не шути. Ой, ладно, чё вы шуток не понимаете. И ничего я не испугался за свои ухи. Кстати, мне просто совсем немножечко стало страшно за них. Ну вот, совсем капельку. Ага, ага, так мы тебе и поверили. Хе-хе-хе-хе-хе. Наши человеки, как и их друзья, провезли на море кучу всяких плавсредств и реквизита для всяких спортивных игр. Ага, у самих кузяки больше, чем у бандита. А туда же, спортсмены типа. Вот мы с брателой очень спортивные собаки. У нас каждое утро была пробежка по кромке воды. И особенно эпично это выглядело в слоу-мо. Потому что мы эпичные собаки. А потом мы захотели отомстить старшему человеку, который запихивал нас в жидкий снег. Но эта гадина спрятался в море и не хотел выходить. А ну иди сюда, старший человек. Сейчас мы тебе устроим нападение грозных и опасных лисов. И коварных. А если ты не выйдешь из моря, то мы воплотим наш коварный план. Да, мы написаем в море. И потом ты будешь там стоять и вонять. Кстати, брателло, возможно этот план может и не сработать. Да почему? Отличный план. Надо донять им в море. Хе-хе-хе-хе. Мне кажется, что все эти человеки давным-давно вступили в группу бандита под названием морские сакуны. Чего? Они тоже ставят лайки прямо в море? Капец. Коржата, напишите в комментах, а вы тоже в этой группе? Да сто процентов каждый из наших подписчиков хотя бы раз ставил лайк прямо в море. Я разочарован в человечестве, брат. Хорошо, что они туда дизлайки не ставят. Ладно, придумаем другой план. У меня есть идея. Давай им все мячики погрызем. У нас же зубы очень острые. Отлично. И тогда они не смогут играть в свой волейбол. Наша месть будет коварной. Вот именно. Никто из них нас не защитил, когда нас старший человек в жидкий снег запихивал. Все стояли, ржали и снимали, как мы с тобой смешно лапками перебираем. Блин, мелкая человечья холера запихнула этот мячик в море. Сходи, достань. Дураков нет. Кстати, у меня вопрос. Почему у человеков ноги не такие волосатые, как у нас? Но они почему-то терпят весь этот жидкий снег. Им что, не холодно? Мне кажется, они перед нами выделываются. Типа они все такие героические человеки, которым не холодно от жидкого снега. А когда мы не смотрим, то стоят в своем море и стучат зубами от холода. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ура! Они выкинули мячик из воды. Ну все, ему капец. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че, страшно? Все, я тебе его не отдам. Он мой. Попробуй его прокусить. У тебя же зубы мелкие и острые. Ну иди попробуй сам. Почему я все должен делать? У тебя же такие же зубы. Пластик и резина не входят в мой рацион. Они невкусные. Капец, ты ленивая попа. Ладно, я сам. Ну все, тебе капец противный мячик. Я тебя сейчас поцарапаю своими зубами. Брателло, смотри, вон там еще один мячик. Ну-ка, попробуй его прокусить. Да, это было сделать очень просто. Все, теперь человеки не смогут в него играться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А может устроим соревнование с этим мячиком? Обычно же все играют надутый мячик. А мы будем играть вздутый. Старший человек, иди сюда, поможешь нам. Боюсь, что еще пять минут и нам нечем будет играть. Я окончательно превращу его в трепочку. Трепищи мячик, перед тобой черный рис. Ужас, летающий на крыльях ночи. Друзья мои, сегодня мы будем проводить соревнования между детьми и собаками. Вы готовы? Готовы, да. Как вы думаете, кто победит, вы или собаки? Мы, конечно. Собаки, собаки. Мы. Значит, первое задание. У нас есть все, что осталось после кекса от этого мячика, которого нам принесло откуда-то из Турции, вот оттуда. Ваша задача взять в руки этот мячик, пробежать с ним. Вот видите пригорок между двух этих самых, да? Вот такая горочка. Оббежать эту горочку и вернуться назад. И сделать так, чтобы кекс не поймал, да? То есть вы должны держать высоко над головой вот эту вот тряпочку, которая раньше была мячиком. Понятно? Да, можно и я. Кто первый? Кто первый? Миша первый. Он готов. На старт. Внимание. Марш. Ой, я что-то протупил со стартом. Стой, мелкий человек, Миша, а не то я тебя сожру вместе с мячиком. Ха, он упал. Хватай его. Капец, он быстрый. Давай, давай, давай. Беги. Не жмите мелкого. Дядя Федя съел медведя. Предлагаю поднять над головой высоко. Высоко над головой. И так и бежать. Готов? На старт. Внимание. Марш. Над головой держи ее, значит, он заберет у тебя ее. Все, ты проиграл, Федя. Александра, Советский Союз. Готово. На старт. Внимание. Марш. Побежала. Давай, вперед. Вперед, 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 Александра. Болеем, болеем за Санечка. Мне уже неинтересно, они пользуются своими преимуществами мелких человеков. Вот именно, мы же не можем включить в их присутствие режим лиса и не можем их укусить. Кексу, по-моему, все равно. Кекс, ты все проиграл. Капец, мы так не договаривались. Проигравших нельзя пулять жидким снегом. Я королевская особа, я великий король Корк Третий, а они меня из водяного пистолета как какую-то дворняшку поливают. О нет, спасите, помогите, собаки добрые, злобные человеки напали с оружием на маленького щеночка Корки и хотят заморозить его жидким снегом. А это еще что, дополнительное наказание? Я теперь морской принц, да? Капец, какие эти мелкие человеки жестокие. Они на меня напялили корону из-за накушек. Такого, парни, я не ожидал, конечно, от вас. У вас что, европейские ценности, я не пойму? Это у этих человеков европейские ценности. Они из брутального лиса цыпочку хотят сделать. Капец, и мне досталось. Наказание за проигрыш в игре не должно быть таким жестоким. Мы будем жаловаться в организацию коржачих наций. Ужас. Но и это еще не все, коржата. Когда мы приехали домой с этого дурацкого моря, нас стали вычесывать, потому что лето, и мы типа линяем. Представляете, вот эту огромную кучу шерсти человечиха вычесала с маленького щеночка Корки. И теперь она свяжет из нее носки и будет торговать ими на рынке вопиющейся негодяйства. Сейчас тебя тоже будет, коржик. Я против. Как это ты против? А ты был против? Еще как был, но человечиха твоя меня не слушалась, поэтому иди. Из нее тоже шерсть вычищает старший человек. Пусть знает, что нельзя обижать благородных псов. Субтитры сделал DimaTorzok